у нас вечер уже 10 час вечера вот иначе уже лег только легла на час помолились уже что-ли спит простите меня уже спите что ли только легли уже уснули сразу как-то сестра моя и говорит как ты ты засыпать так можешь за мной последила вот я ложусь по 47 секунд самое больше уже полностью отключился а еще мешает человеку нормально заснуть это беспокойство а я ложку меду с теплой водой иногда выйдут на свежем воздухе похожу у меня от вопроса начинала вы часто говорите слово подкаблучник но степаненко это тоже максим степаненко употребляет это слово а в библии же нет этого слова как она вообще с помощью как сказать сегодня на меня один тут навалился еретик несколько слова священник нету в новом завете а вы его употребляете ну видно что он еретику еретик стопроцентный но я говорю да какая же с переменной священства перемене закона священца не отмена перемен он ничего не слышит не никак я говорю ну а как же так павел только положил пресвятеров ну как так святерстеров это не священники а кто они ну вот он ничего не знает не знает просто просто человек не знает я говорю но как же господь говорит на читаемая 20 глава евангелия от иоанна христос воскресший является и говорит кому простите проститься кому оставить оставиться перед этим дунул и примите духа святого ну как кто это но это ученики научники то то апостолы нет там все ну как все женщины до женщины но и кто и женщин за 2000 лет это делал чтобы разрешал от грехов то но никогда же этого не было чтобы каждый брался за это дело это священники только он не понимает еще почему лишен благодати разумения и вот писал в первом веке так понимали вот как православное во втором веке так в третьем так четвертом так 5 тут произведение освященцы освященцы называется у златоуста проповеди то на священник но откуда же протопопа вакуум а причем ну поп то это священник по-славянски только там церковнославянские ну то есть я к этому и говорю не встречается это означает мужчина который подчиняется жене и она из него веревки крутит это подкаблучник он угождает ей чтобы женщина она если властная она из толпы его высчитает сразу и она за него выйдет замуж и всю жизнь он будет и он даже не замечает что именно так на что большая беда от этого больше беды не было на свете самая большая беда приходит от подкаблучников больше это нет нету больше беда ни вторая и первая мировая война не сажал не сравняется с нею как это так очень просто вот первая счета адам и ева ну а дам то это подкаблучник стопроцентный только отошел ева ему на ешь все съел дон будет им кто там плод какой-то ну и не яблоко за это он залимонил как создал ты что делаешь ты ну-ка пинком и оттуда и все кончилось мужик то оплюху дал бы ей хорошую а это все обошлось год умерла уже больше ста миллиардов людей миллиардов водами все умирают все микробы все мошки все сделали смертными все рыбы плескались и резвились все смерть оглушила всю вселенную мы просто не знаем космических масштабов беды вот почему один из подкаблучников который ради жен многое делал в безобразии это соломон премудрый и примудро всю съели у него женщины давай я за тебя выйду замуж а чтобы в иерусалиме бог хамос мой был пожалуйста и в конце написано совратился развратили его ум тысячу жен а у князя владимир две тысячи было жены наложниц и все делал по их разумению как скажет адам это первый положил начало а в природе как в истории мы встречаем много таких много при том у людей которые занимали очень высокие посты мы видим когда вот статья артак сердце там осень царица то не пошла что делать он не знает это а его выбрал то мимо хан там другие хорошие люди и горит убери ее ну да и содержание какую пенсию назначить выгоняю отсюда а других пускай поищут тогда все будут бояться вот мы считаем нил синастики об этом говорит чем строже мужчина обращается женщиной тем она более привязана к нему она знает это гранит железо скала она за ним спасается же надо учиться в безмолвии учить жене не позволяя не властвовать над мужем а почему потому что не адам а его прессивший спала преступления его на причем его другого объяснения нету нету это так и распространяется один из подкаблучников как это уже определенно знают это был царь николай второй вот это тут секрета никакого не 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 делает уже многое делал как она хочет но и прочее такое и согласно его даже дневников и вот смотри говорит начинается война он там на войне где-то и все-таки письма сегодня то-то то-то там делал он он не понимал масштабность происходящих событий алекс алексом все это и при том это мы видим не только у русского народа есть такие нации где мужчины в выходные дни ну их по-своему этом понедельник или когда они становятся в ряд перья там в нос везде воткнут а жены идут и выбирает их но он чё там у него там листики одни то она осматривает его за стоинство мужским пойти на него не пойти а здесь женщины все это делают вот она говорит как будто мужчина выбирает женщину на самом деле женщина выбирает и выбирает как правило подкаблучника у нее высокий каблук и показали рисунок в интернете она каблуком на становилась она на шее додавила кабак на наш язык вывлил и смотрит на нее бабе ум самое страшное это женщина и пишет соломон экклесиаст и говорит и нашел я что горше смерти женщина но вспоминает об этом во второй книге ездра там четвертая глава когда они загадали что самое сильное царю говорит всемирной державы боятся прикоснуться а рядом наложится там а помина сидит она одной рукой игры снимает у него венец другой бьет его по щеке он разинул рот смотрит и льстит ей чтоб только примирилась с ним какую власть имеют женщины это надо приучать детей чтобы они знали не позволять вольности женщинами нигде никогда вот это подкаблучники подкаблучник если он где-то в государстве какой-то пост занимает и узнали вон уже немедленно убирать самое страшное сознание на земле женщина горше смерти сто миллиардов умерло но я нашел что еще опаснее это мужчина подкаблучник который женщина тут слушается у нее сил не хватает она воткнул он пошел и сделал это дело грабит ходит убивает и все к ногам возлюбленной какую же она силу имеет и вот почему мировой город который рухнет в конце мира изображается в виде женщины сидящей на звере багряном и чаша мерзости в руке ее блудница блудница есть жены которые жены поняли как надо правильно жить уверовали во христа как мария магдалина изменили жизнь это пример она спасается через чедородие на практике то мы видим как она убивает детей в утробе рвет на счастье его жены то большинстве убийцы поэтому такая невоздержность и мужа раньше времени в могилу загоняют мужики то раньше намного умирают а почему они спокойствие потому как она начинает и он не знает что делать она поплакала у нее эмоции все вытекли сердце нормально он себе мужик держит это дело и он понимает стыдно она ему ну ладно большая греческая свадьба там она баба смелая такая ну а он-то мужик да мария 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 ну что ты будешь ну мария он не может это он мусульман правильно поставлено чуть-чуть не так он через дувал крик внутри же только сосед ты дома дома я развожусь слышал слушай я развожусь да понял я развожусь все развел назад уже нельзя повернуть даже если начнет она там ласкаться к нему только во двор и в дом войти нельзя взять нужные вещи и ничего не так вот почему на есть только ожерелье это ее богатство ее банк как они строго и держит посмотришь как они одеты вот я шел как-то по вашингтону там и идут люди так интересно с бородами такие солидные все а сзади женщины так украшены как будто на ярмарке газета миши а миши калугеры как он в молдавии староверы по поймали я как все а у них закон ближе трех метров чтобы женщина не подходила к мужу принародно вот как и вот это ограничительная то меру ту аварского народа расул гамзатов говорит у них такой порядок заведена чтобы молодая молодуха сноха придет никогда чтобы голос ее тесть не слышал тесть отец на кого за кого она замужем почему потому что много скандалов она старается два слова за рассказать 10 лет назад что было все припомнит и поэтому мужьям слушаться жён таких нельзя не подкаблучники и вот бывает особенно священники где я знаю таких его его ничего нельзя сказать сразу к ней ата дальше понесет она навыщает и человек каяться она горит а это не искренно это не это не настоящее покаяние она вот как руководит уже поэтому подкаблучник ну первый человек может быть подкаблучника будет и последний человек судя по историческим данным но может быть и такое но смотри какая злоба была никого не боялся самый мужественный самый сильный пророк илия фисфитянин и что не побоялся 850 голов отрубил 850 а изовель испугала его он бежал через всю страну не останавливаясь нигде ворон кормил его дороги так ян креститель самый строгий самый близкий богу человек женщина обезглавила что она и ирод подкаблучник сказал да чего попросишь она попросила бы твою голову до костёк были нет дурить погубил какого человека а она что там стервозная такая она подглядывала узнавала это мы видим из писания так что слова этого нету но суть есть и слово подкаблучник значит он не на высоте у нас даже вот в церковь я смотрю иногда батюшка так сказал чтобы разувалец входя в храм то идут и она не несет эти свои босоножки а роса она в сапогах а он идет рядом с босоножками они даже не понимают что это нельзя делать она могла сама взять то главное босоножки и так он идет он уже он по полной программе уже не соображает ну зачем это делать почему сейчас такое население расслаблено потому что учителей мужчин то нет почти там ну по физкультуре где-то еще а чему женщина научит они дети издеваются над ней а он мужчина то было бы как он в англии опять вели физическое наказание розгами неповинующихся они поняли по-другому нельзя а тут каждый шаг вылавливают у меня крапивой было я иногда наказывал матерщинников такой поднялись посадить его мало да он убийца ну подкаблучники они орут а люди мужественного характера они это понимают по-другому нельзя никак вот у нас отец не был подкаблучником нет но прислушался что мать скажет прислушался нет и все дальше мы никуда и мать никуда даже к родителям свои не поедет пока отец не разрешит она снова матч это дело это потом подойдет игре тихо да я вот хотелось ездить на карповку недавно была обойдешься все мама назад и как будто ничего не было через день она опять к нему подкатывает он покряхти ты была же недавно то ну была так болеют старые походят но когда домой ну когда домой то через недельку я вернусь опять ничего не говорит и мать ничего не а 10 ребятишек уже пора было бы тереться то ничего потом отец скажет ладно иди да не задерживайся и вот уйдет она на крышу залезет отец стоит смотрит ту сторону нам так было смешно да и тут не видно вам кита он первый старался увидеть когда она пойдет 35 километров зимой одна из них 10 километров бором ленточным шарщина и на карповку туда вот семье у нас которые братья есть я не знаю подкаблучник он всегда городе что неизвестно мне пришлось быть на одной свадьбе я уже говорил не один раз издумали деньги собирать собирает брат жениха взял красный щелок и синий кто за сына что первый родился в красные кладите деньги а синие за девочку ну посмотрим вот они будут если там спать любоваться то родиться именно то что в щелке лежала никто не знал чем это кончится кончилось тем что ни у того ни у другого нет детей пишут просят помолиться я говорю зачем он тебе ребенок ничего не может ну возьмем в детдоме уж успокойтесь это так что слово подкаблучник это ругательное слово но она помогает осознать себя и так не делать я неоднократно встречался с этими с подкаблучниками ничего нельзя сделать он чуть-чуть опять бежит к ней как она скажет не должно этого быть муж глава глава а я шея куда шея повернет туда голова душа это не может ворочаться без мозгов то мужчина и шею вертит вот так довольны над этом спасибо христос береги себя с богом спаси христос христос